Эта история началась, когда мне было 7 лет. Я была обычным ребенком летом, играла на улице и смотрела мультфильмы, а в сентябре пошла в школу. В школе было много детей, все они были веселыми, шумными и подвижными, все кроме одного. Мой сосед по парте был самым странным ребенком в классе, он совсем не разговаривал, ни на что не реагировал. Я очень расстроилась, мне попался самый скучный на свете сосед. Я училась, не обращая на него никакого внимания, пока однажды на нашу парту не опустилась невероятной красоты бабочка. Одноклассники подняли шум, но быстро отвлеклись от насекомого, все кроме одного. Несмотря на запрет вставать во время урока и недовольство нашего учителя, мой сосед отнес бабочку к окну и отпустил ее на волю. Раньше я всегда думала, что он не понимает меня или не слышит. Теперь я поняла, что он соображает не хуже, а может и лучше меня. С того дня я начала присматриваться к нему. Мы росли вместе и каждый день на примере какой-нибудь мелочи он учил меня чему-то новому. Я окончила школу, а потом и университет, стала психологом. Потому что наблюдать за людьми, быть внимательнее к их проблемам и пытаться помочь им стала моей привычкой с детства. И все благодаря тому мальчику, который научил меня видеть красоту в мелочах, радоваться моментам и маленьким победам, научил дружить по-настоящему. Показал, как важно жить широко раскрытыми глазами и сердцем. Мысленно возвращаясь в те моменты, когда я была ребенком, я понимаю, что получила счастливый билет в виде нового одноклассника. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!